Всем привет, друзья! С вами я, Михаил Самолетов. И мы снова с вами на самом большом авторынке России. Продажи машин из Японии. Вот такая вот малышка на авторынке. Давай за 500-700. Городской хит продаж от Toyota в Японии. Покупают в России. Вот, реально представитель дешевых цен относительно всех других автомашин. Смотрите, наклейка. Японцы знают, что машины эти праворульные повезутся в Россию, ребята. Есть ли отверстие для установки номерного знака? Машине на минуточку уже почти что 10 лет. Но смотрится до сих пор машина свежо. Honda все-таки умеет делать иногда темы. Дорогущее литье фирмы NK. Made in Japan. Видите? Современный городской компактный мини-джип. Я его так назову танк такой. Suzuki Ignis. Даже Ignis, какой-то испанский. Iglesios Ignis. Чувствуете, что-то такое есть у нее? Европейско-испанское. Туманки. Опять же, видите, хром. Все блестит. Такой темный оранжевый цвет. Черные диски Suzuki оригинальные. Гибридный автомобиль. 705 тысяч. 2016 год. Объем 1,3. И телефон. Если кто-то хочет, можете позвонить. Ключ 1. VTK X1. Хромированные ручки. Очень у машины, видите. Высокий клиренс. По нашим ямам самое оно. И прикольно сделано, что задний и передний бампер, он почти вплотную, где колеса заканчиваются. То есть здесь буквально свеса какого-то неудобного нет. Опять же, задний дворник. Хромированная такая Leibos S Suzuki. О, Якияма, Сузуки и телефон. Может, позвоним? Миллион сто, ребята. 90. Миллион сто девяносто. Такой Toyota Prius. Просто мощнейший смотрится. Машина очень популярная. Что-то не рассказывать глупо. Уже все их давно купили, продали. Еще раз купили. Продали двадцатый, купили тридцатый. Тридцатый продали, купили пятидесятый. У меня даже сейчас друг Алексей продает двадцатого Prius, чтобы купить тридцатый. То есть реально люди поездили и берут просто следующее поколение. Рестайлинг, допустим. Цена машины за 2016 год. Миллион сто девяносто. Объем 1,8. Неубиваемый автомобиль. По триста, четыреста тысяч на нем наматывают. И он все равно работает. Единственное, после сотки немножко он масло подъедает. Фредди Меркури, помните? Есть вот такой Honda Freed. Honda Freed. В честь Фредди Меркури назовем. Заднедворник гибрид. Камера заднего вида. Видите? Kenwood. Темно-синий цвет. Очень приятный такой высокий, просторный автомобиль. 2015 год. 860 тысяч гибридный. Вот такая вот малышка на авторынке. Кому нужен такой небольшой микроавтобус, вполне себе за 860 нормальная цена. Еще один Alleyone. Все-таки Toyota. Синоним слова надежность, долговечность, качество. Такой вот Alleyone с туманками. Интересные фары у него уже. Современный внешний вид, конечно. Вот это реально F-Sport Lexus мне напоминает. Но Toyota Lexus по сути-то одно и то же. Цена машины 1 255 тысяч. Нормальная цена. Это при том, что не 1,5, а 1,8 и 4WD 2017 год. 4WD машины в Японии на самом деле вообще любые. Очень редкие. Если не изначально, не 4WD. То есть для премии это нормально. Повторители в ушах. Хромированные ручки. Тоже чуть-чуть элегантные детали. Назовем это так. Опять же хромированный молдинг, Alleyone, задний дворник. И гордая наклейка 4WD. Кто не знал, что такое WD, Wheel Drive. Четыре ведущих колеса. www.dinjapan.com New Used Cars Explorer. Зайду на этот сайт, глянем, что там продается. Дорогущее литье фирмы NK. Made in Japan. Видите? Я бы только эту машину за одного литья бы купил. Литье просто лютое. Темный хром. Симпатичный Виш. 2010 год. Объем 1,8. А HID комплектация 895 тысяч рублей. Вот на такой тачке в Японии, мне кажется, кайф кататься. Но, к сожалению, у нас в России клиент надо было бы повыше. Сзади, видите, опять же, накладка на заднем багажнике Виш. Фирменная, оригинальная. Задний дворник, камера заднего вида. Короче, ветровички. Есть, как обычно, все. Toyota Rush. Вот это мне нравится машина. Такое, знаете, чем-то напоминает мне маленький RAV4. Такой танчик. Цена 875, 4WD 2009 год. Здесь еще один. Ну, уже, видите, посвежее немножко. 2013 год. Объем 1,5, 4WD. Кнопка с кнопки. Джель комплектация. Телефончик. Кто хочет, можете, так сказать, набрать, поинтересоваться. Белый перламутр. Ну, в белом цвете, если честно, мне он посимпатичнее. Но как-то в белом цвете побольше, мне кажется. Якугама Toyo Pet. Сзади, видите, есть чехол на запасное колесо. Задний дворник. Спойлер. Камера заднего вида. Тут в спойлере уже стоп-сигнальчик. И антенка. А что еще нужно, ребят, за эти деньги? Компактный подлокотник в салоне есть. Черный велюровый салон. Классный. Туманки. Опять же, постоянно пишут комментарии. Люди, почему так дорого? 2 миллиона, 100 миллионов, 900 миллиардов. Что-нибудь давай за 500-700. Городской хит-продаж от Toyota. В Японии покупают, в России покупают, в Таиланде покупают. Везде покупают. Короче, везде на них ездят. Toyota Aqua. Посмотрите, она уже в таком симпатичном, свежем фейслифте. Большой такой логотип Toyota, чтобы все издалека видели, что это гибридный автомобиль. Цена машины 745 тысяч рублей. 2017 год, объем 1,5. 4 балла аукцион, ребята. Хорошист. По аукциону хорошист, как в школе, помните, называли. Блин, цвет, ребята, вживую, я не знаю, на камеру передастся или нет, но вживую смотрится очень богато. Премия прям, ну, жирная. И в таком цвете, темно-вишнево-бордовом каком-то, туманки, сонары, даже золотая. Видите, буква P, P, премия. На фоне кузова машины, на цвета кузова машины смотрится вообще солидно. Пробег 33 тысячи, новая машина. Аукцион 4 балла. Телефон, человек, видите, каллиграфический почерк. Я пишу, вы видели, там вообще даже потом прочитать не могу. Тут все понятно написано. Миллион 395. Передний привод, 2016 год. 1,8, ребята. Я уже вижу отсюда, что там в салоне руль. Косточка под дерево, да, сделана. Полностью весь мультируль. Темный бордовый салон. Машина с кнопочки заводится. Не с ключа. Ну, что говорить. Полная комплекташка. Ребят, 570 тысяч. Все, больше ничего не пишите. Говорить ничего не надо. 570, 500. 550, давайте, мне кажется, двадцаточку скину. Я к чему? Вот, реально представитель дешевых цен относительно всех других автомашин. 500 городской, такой компактный автомобиль. Nissan Note 4WD. 2016 год. 570 тысяч. Телефон, кто хочет, звоните, пишите. Есть даже видеорегистратор. Не надо тратиться. Повторители в ушах. Это 12-й кузов уже. Зимняя резина Wintermax. Ноут. Такой вот задний дворник. За эти деньги, я вам серьезно говорю, вариант супер. Как сказал бы Pierre Woodman, супер нормаль. CHR в весе моделиста, ребята. По дизайну свежо, круто и молодежно. Самое главное. Туманки. Очень агрессивный внешний вид. Губа такая, симпатичная. И вот еще один здесь. Такой же заряженный стоит. 2019 год. 1,2 объем 4WD. И здесь 2018 год. 1,2 тоже 4WD. Комбинированный салон. Такой темно-черно-коричневый. Короче. Огонь. Тачки, ребята, огонь. Накладки, видите, на боковые двери. Тоже так расширяет автомобиль зрительно. Сонары, задний дворник, камеры заднего вида. CHR. Ну, круто. А здесь, видите, TRD. У него идет эти вырзговички. Машине на минуточку уже почти что 10 лет. Но смотрится до сих пор машина свежо. Honda все-таки умеет делать иногда темы. TRD 2010 года. 15. 1,5 у него объем. Гибрид 705 тысяч. В принципе, для людей, кто хочет такой себе спортивный купешечку удобную. Но, опять же, очень практичный. Вот CRD. Это ваш вариант. Багажник открывается. И по всей длине можно что-нибудь положить. Мне кажется, даже можно сноуборд сюда посерединке протиснуть. Опять же, хороший кожаный салон. Мультирульчик кожаный. Короче, тачка смотрится супер. Белый цвет. Очень идет этому Toyota Vox. 1 миллион 315 тысяч рублей. Офигенная тачка. Большой белый вместительный Toyota. Опять же, симпатичный внешний вид. Гибрид, бесключевой доступ. Повторитель поворота. Вот такие вот ветровички. В Vox черными буквами написано. Оригинальная Yohugama резина из Японии. И фирменное литье Toyota. Еще один VL-FAR. И что я заметил? Смотрите, наклейка. Японцы знают, что машины эти праворульные повезутся в Россию, ребята. Если отверстие для установки номерного знака не закрыто, обязательно заклейте их клейкой лентой для предотвращения проникновения воды. Японцы позаботились даже о нас, зная, что мы в России будем покупать праворуль. Никуда он не уйдет, что это навсегда. Конечно, сейчас напишут, праворуль запретят. Никто не запретит, ребята. Там кормушка такая, что бог даст. Здоровенный автобус. Солидно, круто, комфортно и безопасно. 2017 год, 4,5 балла, G-Salon. И кому надо, вот телефончик. Honda Stop Wagon как-то была у нас на обзоре. Я снимал видео, как работает ее задняя дверь. 2016 год, 4WD, 4,5 балла, пробег 63 тысячи. Миллион шестьсот пятьдесят. Хромированные ручки. Интересные такие вот у нее формы. Ветровички. Черный такой салон. Резина Bridgestone Turanza. Здоровенный такой монитор в салоне. И вот Stop Wagon спада. Задний дворник. Кстати, на минуточку машина 4WD. Nissan иногда пытается догнать Toyota. И вот здесь сделан прямой конкурент для Voxy. Ну и для Honda, для Stop Wagon. Тоже такая вот Nissan Sirena. Миллион четыреста тридцать тысяч. 16 год, 4 балла. Круговой обзор. Конечно, Nissan опциями, доп. опциями он конкурирует. Повторители в ушах. Гибрид. Pure Drive. Накладки на боковые двери. Смотрится тоже так широко. Круто. Сирена. Задний дворник. Highway Star. И обычно Nissan всегда по цене чуть-чуть ниже конкурентов. Такая вот Лайва симпатичная. Бинго. Еще одна бюджетная иномарка. На просторах авторынка Владивостока-Зеленогул. Suzuki Swift. Посмотрите. Семнадцатый год. 1.3 4WD. 735 тысяч рублей. Ding Company. Это американец какой-то. Хед офис Йокугама. Из Йокугамы. У них головной офис. Такая вот симпатичная машинка городская. Кому нравится, можете брать смело. Автомобиль простой и надежный. Гибридный Honda Insight. Машина очень тоже популярна. На дорогах Владивостока часто встречается. 645 тысяч. 2012 год. Объем 1.3. Телефон. Кто хочет, звоните, пишите. Как говорится, жди меня на авторынке Владивостока-Зеленогул. Почти получилось. Есть такие вот у нее, видите. Туманочки, повторитель. Поворота. Резина Bridgestone. Гибридов на авторынке целая тьма тьмущая. Что ни куда ни ткни, везде гибрид. Вот, допустим, такой Prius. Тридцатка, обмыватель фар, туманки, поворотники. Все, видите, очень хорошая внешняя машина смотрится современно. 14 год, хотя на минутку. 1.8. S-Touring TV CDMP3 камера заднего вида. 970 тысяч рублей. Короче, 950 на отдачу вообще тачка огонь. Повторители в ушах. Есть ветровички. Ну и опять же, такая сделана компоновка автомобиля, что можно поднять заднюю крышку багажника, есть что-нибудь положить длинное. Там какие-нибудь плинтуса, я не знаю, молдинги. Короче, в хозяйстве машина очень практичная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как обычно, был я, Михаил Самолетов. И в конце видео скажу, люди пишут, что там техосмотр сложно пройти, нам запретят право руль. Смотрите, никто ничего не запретит. Если даже что-то будет запрещенное, то японцы взяточку дадут на Госдуму. 100% там, 10 миллиардов каких-нибудь там. И все, и право руль опять заживет. Поэтому не переживайте, смело покупайте машины из Японии на авторынке, заказывайте на авционе, бэушные покупайте. Ничего страшного в этом нет. Для вас пейзаж, машин просто много, на любой вкус, цвет и кошелек. За 700 тысяч уже можно себе брать право рульную какую-нибудь иномарочку и спокойно ездить, кайфовать. Вот, допустим, такой Honda Fit черный, красавчик. Видите, аукцион тойотовский. Стоит, ждет вас на авторынке. Ладно, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.